Во Дворце культуры Черкеска состоялся отчетный сбор атамана Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска. На отчетном сборе подвели итоги деятельности представителей казачества, внесения государственной и иной службы, военно-патриотического воспитания молодежи, возрождения и развития казачьей культуры и в других сферах. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В работе сбора приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, зампредседателя правительства Карачаева Черкесии Евгений Поляков, депутаты Народного собрания, главы ряда муниципальных образований региона, представители казачества и духовенства. От имени главы республики с приветственным словом к собравшимся обратился Евгений Поляков. Он пожелал всем участникам сбора плодотворные работы, крепости духа и новых побед. Сегодня в аренде у казаков общества Карачаево-Черкесской республики находится более полутора тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения. Руководством республики поддерживается позитивная инициатива казаков, направленная в том числе на сохранение мира и межнационального согласия, стабильной общественно-политической обстановки в регионе консолидации проживающих здесь народов. С докладом о проделанной работе за отчётный период выступил атаман Баталпашинского отдела Валерий Дедук. Он отметил основные итоги проведённой работы и рассказал о перспективах и направлениях развития в 2024 году. В числе приоритетных тем – помощь участникам спецоперации. Казаки Баталпашинского отдела участвуют в гуманитарных миссиях, собирают и доставляют посылки для наших защитников. Баталпашинцы активно включили сбор гуманитарной помощи для жителей Донецка и Луганского народных депутатов. Уже было отправлено более пяти тонн груз. На этом работа не останавливается. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие, помогает нашим бойцам и делает вклад в общее дело по освобождению территории Донбасса от нацистского режима. В православных храмах Черкеска духовенство проводит молебны о здравии российских воинов, находящихся на передовой. Валерий Дедук выразил слова признательности священникам за большой вклад в сборе гуманитарной помощи, возрождение казачьих традиций и поддержку казачества. Минуты молчания почтили память бойцов, павших в ходе проведения специальной военной операции. Отдельно хочется поблагодарить православное духовенство Карачаева-Черкесии, благочинных отца Александра Нартова, отца Евгения Суптельного за огромную поддержку во всех начинаниях казаков. Также отмечу огромную работу по воспитанию казачьей молодежи, развитию казачьих традиций, сбору гуманитарной помощи, которую проводит отец Александр Буин. На территории Баталпашинского отдела развивается система казачьего образования. Около 180 казачат обучаются в казачьих классах и группах. Учебные заведения находятся в Черкесске, Зеленчугской и Урубском районе. Казаки регулярно проводят спортивные и патриотические мероприятия для молодежи. В мае 2023 года на форуме «Достойные наследники победителей» казачата из клуба «Пластун» Баталпашинского городского общества заняли первое место среди команд. С помощью атаманного отдела именно город в этом году взял грант, выиграл. Мы провели биатлон, занимаемся воспитанием детей, военно-патриотическое воспитание. Клуба «Пластун» у нас его не было, мы его открыли два года назад. Дети занимаются стрельбой, группили оружием, занимают первое место. Казаки, заслушав отчет из Совета Старешин, ревизионной комиссии и районных атаманов вынесли оценку работе Валерия Дедука. Общим количеством голосов она была признана удовлетворительной. Атаман казачьего войска Александр Власов подчеркнул, что в современных реалиях от казаков требуется высокий уровень сплоченности и самоорганизованности. Потому что Баталпашинский казачий отдел должен становиться с каждым месяцем, с каждым годом сильнее, 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 сплоченнее. Мы этого добьемся, мы этого достигнем, этих результатов рано или поздно. Атаманы районов, конечно же, поддерживают, поэтому я предлагаю оценку за прошедший год признать удовлетворительно. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия.